Девушки отдыхают Системы электронных торгов Сегодня день журналиста Украины Долгожданные дипломы получили 200 выпускников университета третьего возраста Подславянском сепаратисты обстреляли блокпасты украинских силовиков В результате один правоохранитель погиб, еще двое тяжело ранены Об этом сообщил заменестр внутренних дел Украины Сергей Яровой В районе славянска террористы открыли минометный огонь С территории одной из местных церквей Объектом обстрела стали блокпосты подразделений МВД Которые входят в состав сил антитеррористического центра Донецкая областная государственная администрация сообщает о захвате боевиками Самопровозглашенной ДНР больницы в Донецке В которой обслуживались работники госучреждений и организации региона Целью захвата отделения стало создание там госпитальной базы для раненых боевиков Вооруженные силы Украины нанесли удар по территории базы Отдых от Убрава возле станицы Луганской, где базируются террористы В результате налета среди террористов есть убитые и раненые Общественный штаб Национальной гвардии Украины призывает Петра Порошенко Для разрешения ситуации на востоке Украины немедленно закрыть границу с Россией И ввести чрезвычайное положение на территории восточных областей События, происходящие в последние дни на Донбассе, являются прямой российской военной интервенцией Заявил в Верховной Раде премьер-министр Арсений Яценюк Напомним, Кабинет министров одобрил решение о закрытии пунктов пропуска В Улганской и Донецкой областях на границе с Россией Из соображений общественной безопасности Избранный президент Украины Петр Порошенко Во время церемонии празднования высадки союзных войск в Нормандии Поговорил с президентом России Владимиром Путиным Беседа прошла при участии канцлера Германии Ангелы Меркель Обсуждалась нынешняя ситуация в Украине В Запорожской облгосадминистрации наградили участников экспедиции Инициированные представителями запорожских казацких организаций 27 мая ее представители побывали в районе Чангарского перешейка в селе Сальково-Куда По их словам, доставили более двух тонн гуманитарного груза для украинских военных и казаков Охраняющих границу с Крымом Это была одежда, это были продукты, непродовольственные товары Все, что необходимо осовывать Я думаю, что таких акций у нас было и будет немало А вообще надеюсь, что мы когда-то прекратим этим заниматься, потому что будет мир Но сегодня мы продолжаем этим заниматься Мы сегодня занимаемся даже тем, чтобы вывезти из Донецка и Луганска детей сюда к нам И их определить в наших пионерских лагерях Некоторых с мамами малолетних, для того, чтобы они не пострадали там от возможных военных действий Участники экспедиции заявляют, планируют сделать такие акции в поддержку украинских военных систематическими Также в ходе встречи с председателем Ублгосадминистрации представители общественности внесли предложение установить на острове Хортица демонтированный в Севастополе памятник Гетману Сагайдачному В Бердянске стартовал летний сезон 2014 в детских оздоровительных учреждениях В этом году первые смены отдыхающих приняли 12 местных центров детского отдыха Этим летом в оздоровительных учреждениях Бердянска получат полноценный отдых порядка 15 тысяч мальчишек и девчонок из разных регионов страны В том числе и из Донецкой и Луганской областей Проблемы с заполнением как таковой нет на сегодняшний день В каждом оздоровительном центре от 200 до 700 детей будет оздоравливаться в течение 4 смен Все детские оздоровительные центры предоставили нам графики заезда детей Едут организованно с сопровождением детки сюда Никаких препятствий, блокпосты пропускают Везде стоит табличка о том, что дети и название детского оздоровительного центра Детям из восточных областей особое внимание Буквально с первой минуты прибытия в Бердянск с ребятами работают опытные психологи Дети сейчас себя чувствуют комфортно Мы максимум приглаживаем усилий, чтобы они не отвлекались на те мысли Негативные мысли, с которыми они, быть может, приехали к нам из тех областей, где сейчас происходят военные действия Несмотря на пережитое и увиденное, детвора быстро возвращаются к мирной жизни Страх присутствовал, но мы добирались своим ходом на машине с родителями Да, нас останавливали на некоторое время Потом, ну, все проходило довольно гладко и добрались тоже довольно гладко Все прошло хорошо Чувствуем себя облегченно, не слышно войси рен, стрельбы И, конечно, переживаем за своих друзей В Шахтерске много военных действий И последний раз, когда я был в Шахтерске, там захватили милицейский райотдел Ну, а так здесь очень хорошо, чистое небо Мне нравится Дети, а также сотрудники оздоровительных учреждений надеются, что спустя три недели, а именно столько длится смена, ситуация в восточных регионах страны стабилизируется И при возвращении с отдыха детвору будет ждать такое же мирное небо, как и в солнечном Гордянске Мобильный телефон за 5 гривен или квартира в центре столицы за несколько миллионов В Украине стартовал пилотный проект системы электронных торгов Реализовывать онлайн будут арестованное имущество, а приобрести его сможет любой желающий Для этого необходимо лишь зарегистрироваться на специальном сайте О всех тонкостях электронных торгов репортаж Натальи Зайченко Пилотный проект онлайн-аукционов арестованного у должников имущества уже внедряется в Львовской, Винницкой, Днепропетровской областях и в Киеве Цель эксперимента – искоренение коррупции при продаже арестованного имущества Государственный исполнитель оформляет заявку на имущество, которое будет выставлено на торги Поскольку все остальные процедуры проходят автоматически, на результат торгов ни один чиновник повлиять не сможет Утверждает в Запорожском областном управлении юстиции Кроме того, за аукционом может наблюдать любой желающий Необходимо лишь зарегистрироваться на специальном сайте Единственная сложность, на первый взгляд кажется При реализации имущества более 100 тысяч гривен требуется электронная и цифровая подпись участника Это единственное, что немножечко усложняет процесс Учитывая сумму продаваемого имущества, это, наверное, все-таки правильно Сейчас на сайте онлайн-аукциона зарегистрировано более 700 участников 500 из них уже заявили об участии в торгах Пока предложено 144 лота Самым дорогим лот сейчас у нас является пятикомнатная квартира в Киеве стоимостью 7 миллионов 768 тысяч гривен Самый дешевый лот – это мобильный телефон стоимостью 5 гривен То есть хочу обратить внимание, что независимо ни от качества, ни от стоимости имущества Абсолютно все это передается и реализуется через систему электронных торгов В режиме онлайн-торги начнут проводить с 1 июля По плану во всех регионах страны этот проект будет внедрен в четвертом квартале текущего года В Запорожской области, говорит Эдуард Сулаков, уже готовы предложить сотни лотов на миллионы гривен Трудно представить современное общество без информации Сегодня в День журналиста во Дворце культуры металлургов Чествовали победителей профессионального конкурса «Запорожье. Мой край индустриальный» Который проводился при поддержке крупнейшего металлургического предприятия региона Комбината «Запорожсталь» То, что написано пером, не вырубишь топором Для кого-то это не просто пословица, а девиз Работа журналиста ответственная, кропотливая и требующая полной самоотдачи Сегодня во Дворце культуры металлургов праздничное мероприятие Виновники торжества – представители СМИ По случаю профессионального праздника всех журналистов И к 55-летию Национального союза журналистов Украины Запорожской областной организации НСЖУ проведен творческий конкурс Его тематика выбрана неспроста Запорожье – крупный индустриальный центр, в котором расположены десятки мощных промышленных предприятий Конкурс так и назвали «Запорожье – мой край индустриальный» В нём приняли участие журналисты, операторы и фотокорреспонденты Которые освещают своих СМИ работу и развитие промышленного потенциала области Как основы стабильности и социального благополучия запорожцев За 55 лет существования нашей организации проходит под девизом «Запорожье – мой край индустриальный» И под крылом комбината «Запорожьсталь» Потому что «Запорожьсталь» оказался тем партнёром, тем другом, который Протянул руку помощи журналистам и восстал своё надёжное плечо Дело в том, что, хотя и кажется, что это узкая направленность Но тем не менее, на конкурс «Запорожье – мой край индустриальный» Подали свои работы 35 журналистов И я хочу сказать, что это самые сильные, самые прогрессивные И самые творческие, высокие люди в нашем крае Победители определили в пяти номинациях Каждый из которых были награждены дипломанты и лауреаты конкурса Они получили премию в размере от 500 до 1000 гривен Когда я прочитал название, вернее, тему конкурса То подумал, что участвовать надо Потому что последние 12 лет я пишу о «Запорожьстале» А последние два года с приходом новой команды Работа началась совсем по-другому Я увидел молодую, энергичную команду, которая работает четко, собранно, результативно И поэтому писать о ней, о ее работе, мне показалось, что нужно также четко, собранно, оперативно Я думаю, всем журналистам, сегодня присутствующим в этом зале Было приятно здесь находиться И тем более лауреатам и дипломантам конкурса Спасибо за организованное мероприятие Пользуясь случаем, хочу поздравить всех своих коллег с праздником Творческого вдохновения вам, друзья Карьерного роста и всего самого наилучшего В общем, хороших тем и побольше хороших новостей Генеральный спонсор конкурса – металлургический комбинат «Запорожсталь» Руководители промпредприятия поздравили работников СМИ с профессиональным праздником И пожелали творческих успехов, удачи и интересных информационных поводов У меня так случилось, что я пожел в многих регионах И на западе Украины, и на востоке, в Донецке, в Харькове, и в Киеве И даже в России пожел И у меня есть что с чем сравнить И могу с гордостью и уверенно сказать Что таких сильных журналистов Такой сильной региональной прессы, как у нас Запорожье Я не встречал Поэтому спасибо вам большое В этот праздничный день хотелось бы пожелать вам, наверное, три вещи Первое, это то, чтобы у вас всегда было достаточно горячих новостей Но исключительно и желательно положительных новостей Хотелось бы пожелать свободы слова и атмосферы В которой можно работать и свободно высказывать свое мнение Его излагать, его доказывать Ну и третье, хотелось бы и вам, и нам всем пожелать Мира, благополучия и благополучия С праздником! Поздравил всех присутствующих с Днем журналисты Генеральный директор Запорожского огнеуборного завода Виктор Бусько Ваш праздник хочется вам пожелать Больших успехов профессиональных Хочется пожелать, чтобы Та информация, которую мы получаем Она была такой же качественной И такой же оперативной Особенно в наше время, когда мы Все прикованы К вам, к вашим новостям И каждый час Наблюдаем за событиями, которые происходят Также хочется отметить, что у нас Запорожский край индустриальный Поэтому хочется пожелать, чтобы побольше информации Позитивной индустриальной освещались Чтобы для этого были поводы информационные Ну а также хочу поздравить Запорожскую областную организацию С 55-летием Также в рамках праздника 25 запорожским журналистам Было присвоено почетное звание Заслуженный журналист Украины Я сегодня удостойна очень высокой награды Мне даже до сих пор не может Я не могу поверить, что действительно Так оценили мой вклад В развитие отечественной и запорожской журналистики Я удостойна знака отличия Почетный журналист Украины Это очень высокая награда Национального союза журналистов И я хочу Как бы быть достойна этой награды И в перспективе Тоже буду делать все для этого Возможное В будние и выходные В любое время суток Журналисты работают для того Чтобы запорожцы и жители региона Были в курсе самых последних событий Даже свой профессиональный праздник Они будут отмечать После того, как в эфир выйдут выпуски новостей Или мир увидит свежий номер газеты А между тем За грозным определением акулы пера Которая так полюбилась в народе Скрываются обычные люди Которые, как и все, любят И отдохнуть, и повеселиться Редакция запорожской независимой телерадиокомпании ТВ5 поздравляет всех коллег с Днем журналиста В Запорожском горосполкоме также чествовали работников СМИ С профессиональным праздником журналистов Поздравляли представители местной власти Вы умеете быть объективными Острыми Ну, я, наверное, хочу сказать И справедливо По крайней мере, я в вашем лице Чувствую Вот ту силу Которая реально помогает Власти все время оставаться в тонусе И не забывать о том Что есть четвертая власть В нашей стране Журналистов наградили почетными грамотами Среди награжденных работники газет Индустриальной Запорожья Наше время плюс Запорожская правда А также журналисты телеканалов МТМ, ТВ5 и Запорожье Очень приятно сегодня получить эту награду Потому что Действительно, целый год работала И очень часто посещала Как раз-таки городские мероприятия Без которых, считаю, вообще региональные СМИ Не могут обойтись Поэтому Приятно, что меня отметили Учиться никогда не поздно В этом уверены выпускники Университета третьего возраста Которые сегодня получили Долгожданные дипломы Студенты считают Учеба в зрелом возрасте Открывает новые горизонты И помогает познавать Много нового интересного Что помимо знаний Дает пенсионерам обучение В университете третьего возраста Узнавала Ирина Погоренная Сегодня мы не на параде А на празднике друзья И до встречи все мы рады Нам без общения нельзя Для всех собравшихся сегодня в ДК «Орбита» Это особенный день Говорят вручение сертификатов Об окончании необычного учебного заведения А именно университета третьего возраста Воспринимают как настоящий праздник Елена Алтухова посещает университет второй год За это время открыла в себе множество талантов Я пришла и я поняла, что я попала в замечательный коллектив Дружный, отзывчивый Где оказывается можно руками творить такие вещи Кажется, ну никогда ты этим не занимался Отработав 33 года экономистом Я считала, что не смогу я руками что-нибудь делать В университете третьего возраста Пенсионерам и ветеранам не дают скучать В течение года несколько раз в неделю Педагоги и социальные работники Проводят для них лекции и практические занятия В инновационном учебном заведении Шесть факультетов Наиболее востребованы занятия по декоративно-прикладному искусству Медицина, а также искусство и природоведение Специалисты подчёркивают Это уже второй выпуск университета третьего возраста Кроме того, что получают какие-то знания Прежде всего они находят своё моральное удовлетворение Они приобретают много друзей И самое главное, что они общаются между собой Бывая на этих занятиях, каждому из них не скучно И с каждым годом мы видим востребованность этой социальной услуги Мы можем сказать, что наши пенсионеры приближаются к пенсионерам Запада Которые основную свою интересную жизнь ведут уже на пенсии То есть это и у нас такие вот люди Они приходят к нам, выбирают факультет себе сами То есть те интересы, которые их интересуют Студенты-пенсионеры говорят, университет стал для них настоящей отдушиной Здесь они всегда чувствуют себя комфортно, забывают о возрасте и просто радуются жизни Многие заканчивают университет не впервые В прошлом году у нас был факультет отечественной зарубежной литературы Нам давали такие ценные сведения, о которых при Советском Союзе мы даже не знали О наших писателях Совершенно вот такие познания, которые были запрещены Мы теперь их знаем А в этом году медицинский факультет Тоже очень много То, что по науке И то, что каждый знает из народной медицины Сидеть дома – это не могу, я лично Пройти в это общество, пообщаться, лекции интересные послушать И кое-чему того, что не знаешь, научиться Представители социальных служб города уверены Университет третьего возраста – один из наиболее удачных проектов Который удалось реализовать за последнее время Говорят, запорожский опыт уже готовы перенимать коллеги из других городов Украины Брифинг начальника областного управления по борьбе с организованной преступностью Глеба Мельниченко снова оживил интерес запорожцев громкому делу Евгения Анисимова 28 мая Глеб Мельниченко сообщил Евгений Анисимов находится в розыске Вот как прокомментировал ситуацию адвокат Анисимова Андрей Федор Расследование по этому производству проводилось Главным следственным управлением МВД Украины В уголовном производстве, по которому было выдвинуто подозрение Евгения Анисимова Никакой судебной перспективы нет и быть не может Я думаю, любой исследователь, который занимался этим расследованием В этом хорошо убедился 11-й год подряд мировая общественность 14 июня отмечает День донора В последние годы донорское движение в нашем регионе становится популярным Благодаря этому медики спасают тысячи человеческих жизней В канун этого дня в отделение и станции переливания крови приходят сотни безвозмездных доноров Неравнодушных к судьбе больных людей Подробности в репортаже Галины Знаменской День донора называют Днем отзывчивых и неравнодушных 14 июня 1901 года немецкий ученый Карл Ланштейнер открыл группы крови Что помогло спасти множество людей, обреченных на смерть В странах Европы быть донором очень почетно Медики уверены в полезности этой манипуляции для человеческого организма Сдача крови стимулирует работу эндокринной и иммунной систем Донорская кровь необходима не только во время операции Но и как сырье для десятков препаратов, незаменимых при ожогах, травмах, гепатитах и других заболеваниях В канун Международного дня донора в отделении трансфузиологии областной клинической больницы Пришли десятки работников пенитенциарной системы Многие из них сдают свою кровь не в первый раз Каждый должен гражданин Украины выполнить свой гражданский долг С учетом того, что мы уважаем свое государство, мы помогаем ему Два года работаю здесь в Запорожском следственном изоляторе И вот уже второй год прихожу сдать кровь, потому что считаю, что это с ним долг Запорожская областная клиническая больница в силу многопрофильной направленности Оказания медицинской помощи ежегодно использует около тысячи литров донорской крови Сегодня запаса, говорят врачи, хватит на две недели Мы, как областная больница, это третий уровень оказания специализированной помощи Очень нуждаемся в препаратах крови В среднем в отделение может в день принять до 100 человек Но, к сожалению, ежедневно приходит сдавать кровь от 5 до 20 доноров Это крайне очень мало И, естественно, мы бы были рады видеть в таком количестве до 70 человек ежедневно Для тех, кто не может подъехать в областную больницу Сотрудники отделения трансфузиологии используют передвижные пункты забора донорской крови Мы сейчас больше перешли на работу по выездам То есть мы осуществляем выезда в учебные учреждения нашего города и области и на заводы Таким образом нам удается больше привлечь доноров к этому движению Медики – постоянные доноры Многие из них имеют звание почетного донора Украины Сегодня сотрудники городского управления охраны здоровья сдали свою кровь на областной станции переливания Я советую всем неравнодушным людям, которым позволяет состояние здоровья Принять активное участие в этой акции И не только в канун дня донора Но и помнить о том, что в нашей крови, в нашей помощи нуждаются люди на протяжении целого года В Запорожье кровь можно сдать в областной клинической больнице На станции переливания крови и в городской больнице экстренной и скорой медицинской помощи с 9 до 12 часов При себе необходимо иметь паспорт 5 июня спасатели совместно с волонтерами и представителями средств массовой информации Провели рейдовую проверку Запорожской городской водолазно-спасательной службы Чтобы убедиться, что летний отдых граждан будет безопасным Под бдительное око проверяющих попали Правобережный пляж и Ореховская бухта Везде, где оборудованы спасательные посты, обеспечивается помощь и профессиональная помощь спасателей Не только Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям Но и коммунальных служб, таких как города Бердянска, города Запорожья Водолазно-спасательная служба оснащена современным оборудованием, плавсредствами И аттестована для проведения спасательных работ на воде В рамках мероприятия специалисты ГСЧС и волонтеры провели с гражданами Которые находились на пляжах разъяснительную работу И рассказали им о необходимости соблюдать правила безопасности на водных объектах Журналистам и отдыхающим продемонстрировали спецтехнику Показали, как проводятся поисково-спасательные работы И оказывается первая неотложная помощь На этом выпуск завершен Напоминаю о новостях в Запорожье и области Вы всегда можете узнать на нашем сайте tv5.zip.ua Если вы обладаете интересной информацией или видеоматериалами Хотите рассказать о проблеме, с которой столкнулись Или высказать свое мнение Пишите В студии работала Елена Зайцева Всего хорошего В студии работала Елена Зайцева